Хочу встать. За начало, за начало твои идеи. Это, конечно, не начало, но, надеюсь, и не конец. Значит, я хочу вам продолжить этот рассказ. Вот видите, на моей майке три силуэта. И это вот и есть три столпа вот этой идеи музея. Первое, ЛС Пресли. Второе, Владимир Семенович Высоцкий. Билл Хейн. И Аркадий Дмитриевич Северный. Вот они. Видите? Вот она, моя идея. И вот вы сидите, в середоточии этой идеи. И эта идея должна иметь еще и продолжение. А именно, будет создан рейд автобуса, который будет объезжать подобные частные музеи, где будет рассказываться обо всем неформальном музейном творчестве. Потому что вся моя жизнь – это неформальная деятельность. Формальная деятельность меня не интересует. И моих друзей тоже. И наш клуб неформальной песни. И все, что я делаю, это все неформально. Это культура, которая растет снизу. Я не признаю официально насаждаемую культуру. Поэтому, друзья мои, я рад, что вы со мной. И надеюсь, что это будет продолжаться. На благо культуры нашего выборного дела перед Выборгом. А мне фамилия, кажется, Балагарцева Белоногова. Фамилия, кажется, Балагарцева Белоногова. Какого значения не имеет. Зависит от оротрядов. Садись сюда, тогда. Садись сюда, тогда. Который был первен в моем доме. С тем, чтобы изобличить меня в моей деятельности. Отслеживать. Изобличить. Изобличить меня в моем доме. Значит, люди очень... Вы... это где? Вы не должны ничего сказать. Лиговка? Нет. Ну, скажи все, что хочешь сказать, потом я... Здесь. А на Рокшинске? А на Рокшинске, да. Петроградский Рокшинске. Значит, дашь сказать меня? Я ему точнее. Спасибо. Так вот. Следователь по фамилии Белоногова, я знаю, жива ли она. Нет ли... Ну, хочу тебе сказать спасибо за то, что она подвесила на кто? Мне пять статей. Пять? Ну... Ни одна из которых не оправдалась. Какие? Одна. Одна. Случайно, за которую я и получил два года. Одна оправдалась. А все четыре статьи, но там был метод советской юриспруденции. Ну, такой тебя на что-то не занепьешь. Значит, я хочу искать спасибо за этим честным. Ну, два года все равно. Это не так. Это не так. Я за это благодарю. Потому что я в этот момент понял, что я чего-то из себя представляю. Ничего себе. Я не представлял себе, что это из себя представляю. Я был просто... Ну, как бы... Надо было осознавать... Я закончил за нимгами, как сказать. Записывал свою музыку за деньги, чтобы купить другие пластинки. Без денег и свободы нет. Давай что-нибудь сказать. Без денег... Ну, конечно, ничего я себе не представляю. Ну, вот пять статей. Более того, была создана целая компания под Новый год для меня. Из... По дискредитации. Из людей, которые могли там что-то сделать против меня. Целая компания. Меня вот в компанию пригласили. Ну, не буду вам подробности рассказывать, но... Я должен был пойти по более суровой статье. Так. А именно... Более-то операции в круглую... Не-е-е-е. Советчина. Аморалка. А сколько лет это было? Я могу вам сказать. Мне хочется про девушки. Про моей дочке это говорить. Так. Я должен был пойти по более суровой статье, которую я должен был получить просто восемь лет. Да. Это Зинаи... Зинаи Яковлевича Карагоцкого посадили. Восемь лет. Восемь лет. По 118, что ли? И все это, в принципе, срогой было. Не дадут. Как и знаешь, сколько лет... Каким чудом... Дай тебе что-то сказать, товарищ. Это самое интересное. Каким чудом... У них что-то не получилось. Я до сих пор не понимаю. У них все сошлось. И все это должно было быть. А чем это там не тот человек был, не хотели его уморать. Я не знаю. Не знаю. А я поводу собрался. Я пытался много лет проанализировать, что там было. Ну, всего не знаю. А могли восемь лет. И причем по этой статье... Дай мне что-нибудь сказать. А обратите внимание, а глушаки-то до сих пор работают еще, да? Глушаки продолжают работать, да. Скажи статью, статью. На этой статье... На этой статье, когда люди попадают на зону, они проходят страшно. У них это не получилось. Такое я хочу сказать. Спасибо, госпожа Белоногова. Что у вас это не получилось. Скажи, что самая молодая сказала, она хорошенькая была. А она хорошая моя мама. У нее почерк был хороший. Хорошая моя? Молодая. Да, да. Молодая. Да, да. И она спрашивала мою маму спокойно. А почему ваш сын не шеет? А, это подозрительно, да. Это очень подозрительно. Это очень подозрительно. Значит, довольно странный тост. Но он умеет много разных. Наука имеет много гитиков. Вы знаете, кто читал, как Дэвида Шамброни. Что это значит? Так вот, друзья. Выпьем за наших мучителей. Потому что даже этих мучителей... Они нас делают крыльпи. Даже эти мучители делают нужное дело. Конечно. Все. Дружица. 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 Ну, я не задавал вопросы. Вопросы больше всего. Уча. Уча. Не надо. Двиг только. И только своих. Взаримайтесь. Я Бродского выводил пьяным в виде меня. В общем, так объясняли. В каком образе мне? Рудик, заранее вопрос такой. Все можно публиковать в видее или нет? Или вы мне будете потом говорить? Это нельзя. Это нельзя. Я работал на мойке 29 лет. Каждый обед я вернился ездить в Сайгон. Я приезжал, все знают, что у меня было сказано в Сайгоне, когда Бродский напивался. К нему невозможно было подойти. Он, как мельница, махал руками. Просто сесть, вот так, вот так, просто. И тоже были звонки в ментовку, вот тут какой-то там рыжий чмур. Давайте, заберите, его надо было срочно вывезти. У меня была специальность, я занимался боксом. У меня была специальность выводить, выводить, броска выводить. И как только я приезжал, и вот он там, все ждали, пока он еще с руками махал. Ну, как же, Рудольский. Уводить, уводить. Сейчас, да, сейчас менты приезжали, а подойти к нему было невозможно. Летели брызги, летели кулаки, ну, в общем, расквашенные морды. Ничего себе. Он очень такой активный был человек. Ну, талант замечательный, но когда выпить, ну, понятно. И вот у меня была специальность, у меня была специальность выводить, выводить его. Значит, я к нему потом в Америке уже подходил на его вечерах, когда он читал. Я говорю, ты хоть помнишь, как я тебя выводил из Сайгона? Вот, ну, я так смотрел и не узнал. Вот такой, что такое? Какой Сайгон? А с чем разговор? Какой Сайгон? А я говорю, да я уже его уводил из Сайгона. Да, все, все бывает. Вот такая история. Братца военная. Надо уметь человека вывезти. На следующий орел для безакон. Молодчик, заберите ваше имя. Молодчик интеллигентный, вот тот, о котором он рассказывал. Я не знаю, может ли надо было это рассказывать. Ну, черт мой, это ваше благое. Это очень хорошо. И осень. Она пользовалась по-моему, очень плохо. Она была на две работе. Я очень плохо знаю. На две комнаты, две комнаты сидели. И вот это, если честнете, вытаскали к нашему приколу. Родик, а вот в октябре приезжает Вилли Токарев. Расскажи о Вилле Токареве, потому что Антон работает сейчас на радиостанции Сынова. В октябре приезжает, выступает. Я сейчас видел рекламу сегодня. Так я и говорю, он же про него знает. Он же про него, он все про него знает. Так, внимание, мотор. Объясняю. Вилли Токарев, когда я приобрел через год моего выступления в Соединенных Штатах, приобрел фирму Кисмет, Господь Левнувку. Сначала американское гражданство. Тихо. Он его не приобрел. Через несколько лет уже. А счет американского, дорожное отдельная история. Значит, я приобрел. И я стал перебирать. Наши до. Откуда, откуда, откуда. Культура. Культура. Приобрел. Съемки идут. Тишина вся. Это как-то хорошо звучит, конечно. Удерживаю, удерживаю, это вопрос, пожалуйста. Тихо, тихо. Я стал перебирать, конечно, естественно, пластинки, находившиеся в багажей. И натолкнулся на пластинку. Был и раньше. Название которой было «А жизнь всегда прекрасна». Вилли Токарев. Я думаю, это интересно. Я никогда не слышал такой фамилии в России. Я поставил пластинку, послушал. Ничего не понял. Дамским голосом. Высокий такой, да? Да, высокий голосом. Поет. Ну, в манере магаданских ребят. Скопировано было. Магаданские ребят. Вот он скопировал и поет. Парающие по-английски там было. Ничего себе не представляющая пластинка. Он ее просто занес на продажу. Но я не знал, что это было бы или ничего. Ну, прошел какое-то время. Пластинка никому не нужна была. Он лежал, лежал. Я пытался ее там продать. Дамским голосом человек поешь. Одна же открывается дверь. Говорит, приятный человек. Уже лет в 30 с чем-то так. И говорит, здравствуйте, я Билли Токарев. Я говорю, здравствуйте. Я познакомился. Вот тут я сдавал на реализацию там свои пластинки. Я говорю, в общем, вот лежит ваша пластинка. В одном единственном. Я сдавал 10 штук. Я говорю, ну извини, это было до моего появления в Кесмите. Значит, у меня только одна. И я ничего не знаю. Я в эту фирму сдавал 10 пластинок. А если его не было? Ну, делать было нечего. Я выписал чек за 9 пластинок. Вот так мы познакомились. Дальше. Попал. Проходит какое-то время. Проходит какое-то время. Сколько одна пластинка? Да какая разница. Проходит какое-то время. 5,5 центов? Ну, это человек. Нам с тобой надо выступать на сцене. Да, значит. Пропыкаешь, что... Проходит какое-то полгода. Заходит, он снова видит. Он, кстати, тик-тук на вылезет. Да, да. С суетом. Да. Очень маленького родства, но умел себя подать. Приходит с этой Ирой. О, 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 да, да. Вот она, значит, там такая грандама на его фоне. Он там танцует, под нее додху. Он мне говорит, я надумал выпустить пластинку блатных песен. Он мне сказал. Я говорю, ну, это похвально намерение. Моя пластинка будет называться «Шумным балаганием». Я говорю, это вообще интересно. Мне было бы интересно ее посмотреть. Я занесу вам запись. Я говорю, пожалуйста. Тут вступает Ирина Ола. Но я должна присутствовать, при этом прослушивая. Ради богу, это ваше право. Мы очень боимся, что кто-то скопирует и без нашего ведома выпустит эту продажу. Ради богу. У меня, слава богу, было, что послушать, как говорится. И без них. Ну, какое-то проходит время, появляется опять Токарев. Ирина Ола его держит, как собачку на веревочке. На веревочке. Бывает, бывает. Очень такая самолюбивая дама. Она, правда, потом подсела на большой срок. Ну, американские законы я спасли. Вот. Значит, они приносят мне запись. На пленке я послушал. Да, действительно, интересные вещи. И талант его сделано. И что интересно, для этого должен был умереть Владимир Семенович Высоцкий. Потому что вместо этого дамского голоса, он запел голосом Высоцкого. Как и многие потом начали. Только закрепел, да. В одессе. Да он запел голосом Высоцкого. Вот эти все его песни приобрели какое-то значение. Да. Вот. Он запел, он там в ресторане беседовал с ворами, которые там в Одессе, Ристан, приходили, беседовал с ворами. И все их истории слагал в песнях. Это было интересно. Талант его сделал, он действительно. Ну, я говорю, действительно, Вилли. А, кстати, его и настоящий Вася. Вася. И дальше что? Василий. Василий Токарев. Да. А Вася? Вася, вот он Вилли взял. Значит, я говорю, Вася, Вася, вещи талантливые. Ну, в области в Кубинке. Ну, мне кажется, что если бы ты, так сказать, поешь их от своего имени, то есть ты должен как-то там подачу, ты же не блатной, я не вор. Ну, короче говоря, он все это внял, там, мои советы. Проходит какое-то время. Он заводит мне уже год или полтора, он заводит продажу вот эту пластинку. Пшуна Балагарин. Шедевр. На самом деле у нее получился шедевр. Совершенно неожиданно. Но он талантливый парень. Талантливый музыкант. Способный поэт и прочее. Ну, слава богу, у нее получилось. Дальше, ну, я думаю, наконец появился там какой-то у нас замечательный исполнитель. Проходит какой-то год, полтора. Выходит у нее новая пластинка. Пшуна Балагарин. На грудь зазу на грудь зазу. Он меня завосит, я начинаю слушать. Что-то не то. Что-то не то. Уже не то. По-русски? По-русски, да. По-русски. Все-то не то. Оказывается, к сожалению, к моему глубокому сожалению, у него запала хватило на полторы пластинки. Что, на Балагарине и пол пластинки. А дальше пошло уже совсем все. Все не то. Сказать ему об этом нельзя было. Потому что человек обидчивый. Я, ну, говорю, так ничего ничего. Ну, слава Богу, что эти полторы пластинки есть. Вот. А дальше, чем дальше, он стал потом старше, дальше, дальше. Все скатилось, к сожалению. На Балагар. Ну, на шумный Балагар. Ну, да просит он меня, уже это говорю, мы с тех пор с ним не виделись ни разу. Человек, он замечательный. Я его искренне люблю. Ну, вот, и вот. Вот, вот, слава Богу, что эти полторы пластинки существуют. Этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы он остался в истории нашей. Который, да. Кругой. 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 Ну, то есть, помянутый тобой шалят. Немножечко. Когда, нет, когда он уже переехал, ну, переехал, мне доносилось, что я много, как-то считаю, сейчас уже уменьшилось. Он молился перед каждым концертом, чтобы Бог не забрал голос. Да, понятно. Чтобы вот что-то, он очень хорошо понимал, что он может существовать только тогда, когда есть Бог. Так же, как Владимир Семенович, перед смертью, постигший его в 80-м году, он говорил, у меня есть только голос. Этот наш знаменитый голос Высоцкого, которому дал Господь, он это осознавал. И никто не может перепеть. Все, что угодно, но только не потерять голос. И никто не может перепеть. Значит, сколько было исполнителей, когда умер Владимир Семенович, который пели под Высоцкого, сколько горбилось людей вот этим голосом, но никому не удалось его подделать. Просто наш Владимир Семенович, это наш человек навсегда, человек нашей культуры. Подожди, Израилевич, так это все, что ты рассказал про Токареву, я думал, про Стресареву теперь расскажешь. Ну, давайте, потому что она дохнет не может. Значит, интересный вопрос. Так это же одно с другим вот так вот связано. Дима, ну, пускай чуть-чуть дохнем. Нельзя сказать, что я завидовал. У меня чувство зависти чуждо. Нельзя сказать, что завидовал Токареву. Но мне было, так сказать, как в случае с Высоцким, противовес которого я создал Аркадия Семенова, противовес Токареву, мне хотелось создать какую-то фигуру. У меня работал человек, Виктор Чинов, которого я, можно сказать, забрал из семьи. Почему? Он ко мне приходил постоянно и покупал записи Северного. Почему? Он хотел пить в манере Северного. И вот он ко мне доходился для того, что он уже у меня стал оставаться ночевать в студии. У меня в студии было помещение. Жена смотрит однажды его и говорит по обиде, что это у меня забрал мужа, если так, забираю его совсем. Я говорю, давай заберу. Он у меня остался три года. Что получилось так? Замечательный парень. Мы с ними друзья были, мирозлееводы. Он, значит, я для него придумал легенду, что он якобы с советской подводной лодки бежал в Варенистан. Бежал через торпедный аппарат. И вот он в Нью-Йорке. Чистый традиционный. Родюсер. Я придумал, я просто применил этот сюжет. И вот он в Нью-Йорке пришел в космисс Рэхардс. Прошел свои услуги. Мы его попробовали. Вот, я понял, если это ловлю. И мы его назвали Виктор Слесарь. Я когда слышал, что-то понравилось. И что-то про легенду я так уже потом уже началось. Как быстро ему достичь успеха? Публика была страшная мотерщинникова. Все любили, любили это русскоязычные мигранты. Это был мат на мать. В Нью-Йорке. Это тут такого мата не услышали. Да, да, да. Там, значит, просто мат на мать. Идешь по этому, по городу. И думаешь, что один сплошной мат. Ну, я решил как-то, я всегда противодействую потом еще. Я решил создать певца, который будет изъясняться мат на мать. Шторого. Витя, Витя. Шторого. Шторого. Мы замечательные мысли. Я говорю, Витя, у меня же студия, он у меня в студии жил. Я говорю, Витя, давай мы создадим такую личность, вот как ты создал. Ну, только на матерой основе такой. А он такой, мы так регатали, когда мы все сочиняли, мы так веселились. Значит, я буду тебе текст написать. Я буду создать текст. Самое чудесное. Мне он писал текст. Значит, мат по белому. Белому. Нет, моя любимая. Даша. Мат по черному. Мат по черному. Мат перемат. Потом, мат перемат. Ну, эти кассеты, Горюша, выходили, как это самое, как пирожки. Приходили. Есть в том, кассета? Есть в том, кассета? Есть. Как называется? Мат перемат. Давай. Когулям. Мы записываемся с него. Ну. Пластинки или кассеты? Кассеты, кассеты. А пластины-то не было. Нет. Пластины-то не было. Пластинки перемат. Вон, значит, приходили люди с ним знакомятся, брать автографы и прочее, прочее. Ну, мужик, конечно, очень хороший парень. Ну, он просто, ну, вот надо сказать, что, например, когда моя покойная мама, ее вот бабушка почила, умерла, и он видел, как я расстраиваюсь. Он подошел ко мне, а он у него сам с деньгами был, сколько я мог платить. Он говорит, Рудольф, вот у меня есть сто с чем-то долларов, у меня внук, и я хочу, чтобы ты пошел, заказал дерево на эти деньги в Израиле, в честь твоей мамы. Вот такой человек, при всем, так сказать, его творчестве, с моей подачи, мне даже стыдно сейчас, вот такой, такой ужин, чистый человек, просто чистый, настоящий человек. Он писал замечательные песни сам. У него, если вы найдете, ну, кстати, у него кассеты 20, он выпустил, можно найти, понимаете? Они все будут найти. И, вот, ну, не важно, не важно. Самое главное, что это был хороший парень. И вот с этим хорошим парнем мы несколько лет, вот. А где он теперь, Александр? У нас платформа работала, да? Он жив-то вообще? Вот это, потом он ушел, как бы, в монастырь. Говорят, я так толком не знаю, что с ним случилось. В Штатах? Он резко исчез, да. В Штатах, да, в Штатах. Резко пропал, ну, всякое бывает. А там, раз и нет монастыря. Ну, это одно из моих жизней достижений. Значит, первое, естественно, Аркадий Северный. Второе, естественно, Лисер Ченок, Северный, как-то слесарь. Третье, Валерий Южный. Не забудьте, еще эта фигура у меня была. Вот это, так сказать, то, что я сделал в эмиграции. Я уж не говорю про самого себя, потому что я тоже сам себя сделал. Рудольф, ты рассказывал про Татляна. А? Про Татляна расскажи. Татляна как? Татляна. Татляна, как вы знаете, известный певец, советский, выходец от какой-то из Сирии, там, или что-то, я не знаю, он оригинально пел, оригинально исполнял и был довольно известный. Потом он гомендировал, как вы знаете, во Францию. Потом во Францию? Ну, а там, там он по сравнению с Знавуром был. Я не хочу ничего проявлял здесь, по-моему, живой. Я не хочу ничего плохого. Он таланты был до сих пор. До сих пор, да, он до сих пор функциональный. Но случился такой, как с каждым актером, артистом может случиться. Ну, исчерпал демид популярности. Это не от него зависит, он зависит от вкуса толпы. Понимаете? И все. Ну, у него в голове продолжался этот процесс, что он значительно певец, все-таки он приехал в Штаты. Татлян. Хорошо. Устроил концерт, никто не пришел. Устроил другой, опять никто. Это все деньги. Конечно. Кассеты продает там, свои пятника, мне надо. Промоушен должен быть. Ксмит там занес еще до меня, там, несколько кассет. Опять никто не берет, лежат у кассеты. Вот, одержан. У нас открывается дверь. Нет, право. Открывается дверь. Коже человек, приятно такой, седой, красивый. У вас есть кассета Татляна? Первый раз за всю мою работу в Ксмите кто-то спросил кассету Татляна. Сам Татлян. Я даже обрадовался. Ну, наконец-то. Сам Татлян. Я говорю, да, да, есть. Я хочу приобрести. Все. Благодаря Богу, просто. Все кассеты. Он здесь приобрел, значит, расписочка. А вы знаете, что я... Татлян. Я говорю, простите, мы нас с вами не сталкивались. Вы знаете, что незаконное действие происходит. Я говорю, ну как, незаконное. Вот кассета вашей... Я не дал разрешения продавать. Ах, вот почему он пришел. Я подам суд на вас. У меня жена. Она как? Так. Я разорю вашу компанию. Понятно. О, естественно. У меня все опустилось. Я говорю, да вы, да вы, да вы, да вы, да проще. Ну, короче, я-то его люблю. Мне даже обидно было, что вот он появился таким образом. Что бы сказал там? Даже обидно. Я говорю, ну я не знаю, что себя вести. Говорю, ну извините, ну простите. Ну вот такой случай. Если бы я знал, что вы Татлянда. Сколько вы денег хотите за эту кассету? Нет. Нет, я хочу вас разорить. Вот так. А там разорять нечего. Да, действительно. Я говорю, ну это ваше право. Ну что, все. Ну я думаю, сейчас начнется. Видимо, жена его адвоката, она сказала. Не надо. Ну у меня таких случаев было много. У меня была история, которая мне вышла боком. Израильщина. Вот она, блин. Я с Татляном закруглю тему. Ну ладно, ну давай скажу еще. Просто так совпадение вышло. Вот этой весной мы были у твоего друга и нашего друга общего, Володей, на даче в Александровской. Он рассказал нам эту историю. Татляна его сосед погачил сейчас. Он живет рядом с ним. И занят он сейчас тем, что выращивает какие-то травки армянские свои и их продает. Специей. Больше у него заработка нет. Ну что делать? Ну я очень хотел на него посмотреть, но его не было дома как раз. Вот мы тогда в момент, когда имя громче песен. Я вам расскажу историю более занятную. Я вам расскажу историю более занятную, связанную с Гришей Диманом. Гриша Диман, певец из Риги, замечательный исполнитель, прекрасный. Вы все, наверное, знаете его, пластинки и кассеты. Он, значит, выступал в ресторанах Нью-Йорка. И я как-то с ним познакомился. Он мне показывал свою кассету. Там замечательное исполнение моей песни «Тетя Хая». Доброму там «Тетя Хая». Где он поет бурденящим голосом и прочее. Беликолепно. Я его пригласил к себе домой. Мы там пообщались и прочее. Он мне подарил свою кассету. Ну там, по-моему, две моих вещи были у нас в кассете. Ну я думаю, раз на этой кассете есть мои песни, которые все знают, что я тебя написал. Почему мне их не тиражировать, не продавать? Он же, я же автор. Какую-то конденсацию могу иметь. Ну и я, значит, начал потихонечку продавать его. Не так сказать, что много брали его. Ну, надо брать. Ну вот. Вдруг однажды заходит человек ко мне. Такой русофобный, я бы сказал. Русаковый. Такой на руссака похожий. И спрашивает. «У вас есть кассеты Гриши Димонов?» Я говорю, есть. Ну вот я хочу купить кассету. Пожалуйста. Я ему скопировал. Вот этот аппарат стоит тут. Я за минуту мог копировать с оригинала. Скопировал. Я хочу питанцию. Пожалуйста. Проходит какое-то время. Приходит письмо от адвоката Гриша Димонта. Поскольку вы незаконно продаете мои кассеты, на вас иск судебный, который может быть погашен, если вы заплатите 20 тысяч долларов. А сколько кассета стоила? У меня в то время и в Порше таких денег не было. Кассета? Кассета сколько стоила? Ну 10 долларов, предположим. Короче говоря. Да и кассеты-то никто не покупал. Я решил поехать в магазин, в ресторан. Но он мне ничего не дает говорить. Короче говоря, я решил поехать в ресторан, где выступает Гриша Димонта. Он в твои глаза. Гриша в ресторан, и удовольствовался Гриша. Гриша там приходит со своей гармонией, которую сгибается под ее тяжестью, приносит в ресторан. А храненько не было? Гриша. Я говорю, Гриша, ты же мне подарил кассету. Он говорит, да, пожалуй. Там же находятся две мои песни. Ты же мне никакой компенсации не платишь за эти песни? Дай мне продать несколько кассет, чтобы как автору что-то получить. Нет. Я говорю, Гриша, имей совесть. А какая твоя? Я тебя разорю. Опять же такое. Я говорю, в чем дело оно? Что такое? Ну, я порвал три-двые кассеты. Давай я тебе заплачу за эти три кассеты, или за 30 кассет, чтобы ты успокоился. Нет. 20 тысяч. Я заберу у тебя твою компанию. Что у вас там забрали? Старые компании организованы с 38-го года. А дело было уже в 70-х... нет. В 80-х каком-то году. Я говорю, Гриша, тебе это не удастся. Ну, учти, я говорю, если ты будешь и дальше меня преследовать, тобой, говорят люди, которые, в общем, тоже могут искать пару весных слов. Угрожаете! Нет, 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 пару весных слов. Ну, я бы уехал, все такое, ну, дома он успокоится. Нет. Один, открывается дверь. Значит, сначала зашел. Я не знаю, Юра, ты, наверное, знал, был такой бывший боксер такой, на Московском жил такой здоровый мужик. Тоже коллекционер, ты его знал. Он заходит, он никогда ко мне не приходил. Тот приходит ко мне и говорит, я знаю очень серьезных людей, ни с самого ни сего. Понятно. Я говорю, ну, хорошо. Господи, спасибо. А они могут ни с того ни сего. Я говорю, ну, здорово, если ты заходишь. Музей для друзей. Потом открывается дверь, входит трое. Евсей Агрон, небезызвестный, и с ним двое блатных. И говорят, мы представители Гриши Дима. Не пролезешь. Слава Богу, прекрасный человек. Слушай, не может быть. Значит. Не пролезешь. Ты, вот, хитанца, ты продал мне, Евсей Агрон, говорит, ты продал мне, кассету незаконную. Я говорю, ну, бывает. Старухи бывают, прорухи. Они блатным языком, но я с ними, я знаю, этот язык. Понятно. Значит, на такой же уровень с ними говорят. Они говорят, значит, так. Сколько тебе надо времени, чтобы 20 штук положить. Мы зайдем, я говорю, да, ну, какого рождаю, ну, 20, ничего подобного. Мы же Нью-Йорка. Ты посмотри, он мне говорит, вот этот Гриши Дима, и все огромные. Русоватое такое, чертело. Говорит, ну, посмотри, сколько там толпа стоит блатных. Они на целом автобусе приезжали с Бруксом. Целый автобус приезжал. В Нью-Йорке, да? Ну, да. Они вот так за окном. Ну, посмотри, сколько мне нужно денег, чтобы задержать это из них людей. Он мне... Ну, понятно. Я говорю, ну, не уйдите. А я-то спешу. Я говорю, это твои проблемы. Теперь это твои проблемы. А-а-а. Я, конечно, рыбаюсь. Они, значит, мне бьют по ребрам. Ну, я не знаю, знаете ли вы, что это такое? Глотной прием. Знаем. Один, значит, отвлекают, бьет по лицу, а двое других, с двух сторон, бьют под ребра ногами. Ну, да. Ну, объяснить, это невозможно. Ощущение крутое. Это, значит, ты не знаешь, что я на каком-то свете находился в этот момент. Ну, это был одной такой удар. И в этот момент мне повезло. Заходит мой клиент, наспугнул их. Они вынуждены были так, оздораясь, уйти. Вон этот старичок, который зашел, не может понять, что у него происходит. Короче, они ушли, и все. Проходит время. Я просто не знаю, что... Их, более того, я ничего не могу делать. Даже решетка открыть. У меня такая боль. Не может и спать, не есть. Ничего. Три месяца это длилось. Ну, приходилось, потому что, значит, потом, значит, внезапно они заходят. Там снова, опять, автобус вплотную приезжает. И поймали они меня внизу в студии. В студии спускать, я вижу, идут. Евсей мне говорит, я хочу с тобой поговорить. Ну, я одного впустил, остальных не впустил. Да, мы остались на лестнице. Ты помнишь эту студию мою, да? Да, вниз. У меня был. В ступеник, да, под бал. И все мне говорят. Да, как бы по-хорошему. Ну, слушай, мы свои люди. Все, ты видишь, какая у меня команда. Мне надо всех кормить-то. Значит, ладно, я тебе сделаю скидку. Дай 15 штук, и мы задержимся. Я говорю, да я не понимаю, почему, почему. Ну, поймешь, даже больше. Значит, он ушел, все такое прочее. Ну, я вижу, что дело-то плохо, на самом деле, понимаешь. Такая шобла. А у него, у этого Евсея Грунова соседний магазин был, тоже его. Мой сосед. Через 2-3 магазина. Помнишь, там был такой Григорий? Его, значит. То есть он там как бы арендовал, не арендовал он, собственник он там. А я же не знал там. Ну, мне повезло. Есть Господь на небе? Нет, значит, привет. Мне повезло, в каком смысле? Значит. Рядом со мной был магазин «Итальянец» держал его. Бедный магазин. Ты, может быть, не видел, по-моему? Я был так же. Вот он ко мне подходит, видит, что я плохо себя чувствую, там, с трудом. Он мне говорит, слушай, ну что там с тобой происходит-то? Ты здесь «Итальянец» Фрэнк, его, только как франценатор его держал, да? Я говорю, ну вот такая вот история. Ну, говорит, зайдем ко мне, потому что мы в винный магазин зашли. Расскажи-ка мне эту историю, я ему рассказал. Как? Какие-то русские, какие-то, он сказал непотребное слово, не хочу придачки говорить. Какие-то русские тут заправляют нашими делами. Ну-ка дай мне телефон этого, Гриши Димон. Какой-то восемь такой. Дай мне телефон этого. Русские уже тогда заправляли. Гриши Димон, да. Негры пошли вон. Дайте мне телефон этого Гриши Димона. Ну, я думаю, ну что, девять-то я дал ему телефон. На второй день Гриша Димон-то уехал из Нью-Йорка. Сразу. То есть вообще. А Грона, значит, три покушения на него было. Первое покушение у него, значит, рот прикосило. Но он, правда, храбро отстреливался. Он действительно боец-то был хороший. Ничего. Вот. В гараже третий случай у него мозги раздвесили по всей лестнице. Там они и остались там висеть. Так его и схоронили. Кост не заходил. Значит, я не знаю, я не хочу сказать ничего. Ну вот этот правильный. Я потом к этому фронту, ну, нам что-то мы сказали. Что-то неудобно. Может быть, что-то там надо посмотреть или что-то. Я в общем говорю, у Фрэнда. Я говорю, ну вот, проблем с вами как и жут. А он у меня смотрит, а что такое? Я прощаюсь. Уехал человек из Нью-Йорка. Ничего не сказал, не попрощался. Никто ко мне больше не подходит. Никто больше не требует никаких денег. Значит. А он говорит, ну вот, я ничего не знаю. Ну, я думаю, да, человек не хочет. Я уже, уходя... Он открывает дверь магазина. Там метлы стоят всякие там. И висит старинный автомат. Там метл называется. Вот если тебе надо когда-нибудь, я тебя должен. Вот так вот закончил эту историю. Гриша и Дима. Ну, это Клиоз на отец 3, мне кажется, уже, наверное, получается. Да? Дон Торлеон, это что-то такое. Да, да, вот что-то явно. Вообще, ну, я геолог. Можно сказать, то, а, по тундре. Народ. Народ там. Вот это чисто, честно, народно? Народ, конечно, народ. Малта всех песен, это народ. Ну, Магадан. Народ. Тем более... Нет, это Градницкий. Сегодня я без спирта пьян. А, это да, это Градницкий. Так, ребятки, давайте выпьем за народ. Так, который на самом деле творит все так. У кого налит, у кого не налит, наливайте. Сашенька, Саша, где она моя дочка? Дай мне рюмочек, пожалуйста. Я тут, я тут. Вот это, наверное, я себе. Она или моя, или она, наверное, моя, да? Две месяцы. За народ, который главный творец. Покажу это, а где не надерись. Я вам скажу, что главная для меня честь и награда, это когда мои песни, написанные из Аркадия Северного, стали в Одессе считаться народными. В Одессе? В Одессе. У меня был случай, тоже, расскажу, если вам не надоело. Как-то меня пригласили в Одесский клуб, там тоже Одесский клуб, в Нью-Йорке. Какой год? Я не помню, я не терпеть не могу, в годы. Девяносто, ты, ты, восьмидесятые годы. Нью-Йорк, пригласили меня в клуб, в Одесский клуб. Сейчас, заканчивайте, уже скажи. Там, значит, наступали с одесскими песнями, разные люди. Самый главный, продолжая наш разговор, творец истории и искусства, и всех песен, безусловно, народ. Да? Почему? Потому что, если на зоне находится какой-то талантливый поэт, и если ему удается создать какой-то значительный текст, он потом, в поколениях, происходит переработка, массовая переработка. Получается, что как бы после бесконечных переписываний из тетрадки в тетрадки отпадают все неудачные слова. Неудачные моменты. Народ является лучшим редактором всего, что происходит. Поэтому, когда песня считается народным, она безукориченная. Ее нельзя критиковать, никто к ней не может придраться, она отточена. Да! Вот что произошло с моими песнями в данной ситуации. Я написал для Аркадия Северна парадкой 20 с лишним песен. В Одессе их все знали. Многие посчитали их уже как вот народные. Я этого не знал. Безусловно, когда меня пригласили в Одесский клуб, Одесси там, Нью-Йорк, я приехал туда с их другом и даже еще кто-то был. Ну и слушал, поют одесские песни и прочее. Ну думаю, дай-ка я спою какую-то свою песню. Как сейчас помню, в Одессе я родился, а в Одессе и помру. Значит, ну вот там меня объявили, я вышел с гитарой, спел эту песню. Сказали, что вот я автор. Они говорят, не хлопают, они хлопают. Попробую не дали? Хлопают, и все-таки говорят, что такое. Я другую тоже какую-то спел. Ростов, мама, мама, Одессе, папе шляп, привет. Спел песню. Отлично. Смотри, гробовая тишина. Не стало ни по себе. Понятно. Куда деваться, значит, все-таки большой ресторан. Молчат, но мне такого я не сталкивался. Подходит какой-то такой к эстраде, подходит, крикаешь такой. Вот ты, вот тебя, трое и раз десять. Берет меня за грудки стаскивать с эстрадой. Кто-то такой! Понимаешь, эстрадской с эстрадой? Я говорю, ты не хочешь, ты хочешь, что это такое? Гитару, ты? Ты в машине. Гитару, срывай, бросай в чужую, понимаете? Я за гитарой бегу, говорю, не разменяю меня. Потом, ну, ты свалочь. Да я был вот таким, мне мой отец пел эти песни. Вот именно вот эту песню, там, «Одессия родился», «Одессия помру». Я говорю, да я, Давыд, я не знаю, что вообще говорить-то, понимаешь? Он у меня на грудки так все, пойдем, выйдем. Ну, у меня тут уже озар, злоба. Я говорю, ну, давай выйдем, мне удобно, там, народ молчит. Народ, как всегда, безмолвцы, там, безучастно, наблюдают безучастно. Там, «Одессия», я, значит, иду, там, плетусь за ним к выходу. Он меня вытаскивает, как бы, там уже начинает, там, тут мои друзья, там, двое трени подбежали. И сейчас начали его успокоивать. Да-да-да-да, я сейчас, я вообще их перестреляю, вытаскивает пистолеты с кармана. А там родоситы совершенно отвязные. Какой год? Опять с годом. Не отклади мне такой фразой, у меня фраза убивает. Я никогда не люблю, когда я спрашиваю, какого-то пластинка, какого-то, это все чушь, никакие годы, ничего не делаю. Тут подходят ребята, там, значит, оттаскивают его и говорят. Перестрелял бы? Говорят, да он, пошутил человек, но это другое дело. Так вот, просто к тому, что, если песня ушла в народ, она уже принадлежит народу, и ты не можешь сказать, что я ее автор, если не хочешь проблемы. Говорим, просто это выйдем. Будьте здоровы, давайте. А мне... Говорят, абсолютно гениально. То же самое я слышал от Александра Буисеевича Горницкого. От Бой-то с Киев-то с Великой. Два случая. Да, ему, по-моему, хотели побить. Понимаешь, вот два случая. Ну да. Ладно, давайте. Радлин, это вот, это его известная песня. Сегодня я без спирта пьян. Ну да, да. Я, кстати, сталкивался с Горницким. Расскажу вам это случайно. Ну, сталкивался здесь уже. Рядом, рядом. Еще был клуб «Восток». Последний не наживал клуб «Восток». Я, значит, принес на, как бы, отзыв свою песню. Я написал песню. Был 40-летик клуб «Восток». И я, значит, решил, как бы, там, показаться на последних концертах 40-летия. Это было еще до рождения моей Сашки. Вот. Я сочинял песню. Где? 18 лет назад? Рассказал. Да. Я рассказал, что все наши великие барды. Высоцкий, Акуджава, Галич, Горницкий. Все, как бы, являются грибцами на судне, прикованной к галерам. Они все, это все, идет поэтическое судно. И они все сидят и грибут. Вот все. Про каждого куплет. В частности, там был куплет и огородитель. Ну, я гужавю, а во вся. Я сейчас не помню этот, может быть, я даже когда-нибудь и испел ее, но сейчас забыл ее. И вот, значит, показываю. Они все там присутствуют. Ну, вот все. Городницкий, там еще кто-то. Полоскин там. А, Полоскин. Я им показываю. Ну, до Городницкого. Вот такая у меня идея пришла. Значит, написать песню, где все наши великие барды являются грибцами на галерах. Городницкого. На самом деле, это жизнь. Это бардовская жизнь. Это грибцы на галерах. Я это выражил по-эпоэтически все. И про Куджаву, и про Городницкого. Ну, все на меня смотрят так. Во-первых, их еще нету. Ну, вот Полоскин сейчас тут не было. Он не попал в число грибцов. Попали только великие. Галич там, Акуджава. Ну, великие, действительно. Ну, великие. Сколько раз было там? К Великим не относятся. Гвисбор. Ну, Полоскин хороший, но он не к Великим. И вот все ищут, к тебе не находят. Так, отбрасывают в сторону. Я, значит, думаю, подойду, как к Городницкому тоже. Ну, он сидит со своей дамой, красивая ламинка. Я с ним подхожу, здравствуй. Мы где-то с ним общались, с нами пресекались. Я говорю, знаете, вот странная мысль, что у меня пришла. Вот изобразить всех наших значительных бардов грибцами на галерах, прикованных галерах. И вот на судне, где они грибут, происходит восстание. И вот все эти барды разрывают цепи и становятся пиратами. Вот такая сюжета. Он так, с интересом на него смотрел, седой такой, красивый мужик. Ну, когда я посмотрю, я думаю, вот себя он узнает по куплете. И вот он начинает все читать куплеты, куплеты. Дошел до своего куплета, где про него. Он посмотрел на меня. Нет, вы же распишитесь. У меня даст спор есть. И он расписался на своем куплете, где о нем было. Вот для меня награда была. А остальные, ну что? Я хотел сказать с этим пару слов. Потому что я здесь как бы новый человек относительно. Хотя я с Валерой тут тусуюсь уже давно. И в свои какие-то маленькие штучки прихожу. И к нему приношу, ну, у меня тоже что-то коллекционер изменило. Приношу ему как бы на рецензию. Стоит, не стоит, как вот, что это. Ну, у меня есть свои критерии. После этого я уношу и поступаю по своему. Понимаю, что и умены. Я тоже коллекционер. Но я коллекционер таких автомобилей. То есть я вот это рассказал. В таком масштабе автомобильчиков. А вот советских я начал. Как в 74-м году купил. Нет, в Москве 427-й было куплено в московском вокзале. Мне было тогда 9 лет. Я ходил. Весь город был прекрасный. Все места, где они продавались. Я ходил, все искал. Сейчас, конечно, уже выборы. У меня сейчас эта коллекция уже такая разросла. Я когда пришел, увидел в коридоре водную часть коллекции, я думаю, о, это похоже на меня. Потому что я, хотя, сделал замечательные такие шкафы. Да, все есть вообще. Но я вообще специализируюсь на Франции и Италии в 30-х, 20-х. Самые такие вот красивые шедевры. Так все эти Бугатти из Утро-Франции и так далее. Но наша, это, конечно, история. Там наши, наверное, солдатики, там все какое-то. Пытаюсь тоже создать вот тоже. И я когда сюда приушел, увидел замечательные родственные души. Я тоже не могу ничего выбрасывать. У меня гараж, это вот тоже второй запасник. Какие-то там ламповые приемники стоят, какого-то вырванные. Мамнитофоны мне кто-то отдает тоже вот эти самые. Какие-то печатные машинки мне говорят. Я могу кому-то поменять или что-то. Но я ни в коем случае не выброшу это. Потому что это, считаю, это раритеты вообще безумные. Это труд людей. Да, я когда-то начинал всю эту коллекцию. Нам не доходили, не раз, 206 еще. Это был 75-й год. Мы купили все. Ну, я 65-го года рождения. Конечно, я не такой вот восстодон, как вы. Ну, вот начинали. Это первые записи. А что, здесь все молодые? Ты зря так говоришь. Здесь молодые. Ну, я вообще тогда юный. Ну, да, конечно. А за 20 лет. Да, первые записи были. Вот почему, говорю, перекликались. Это было на одной стороне, вот, 525 метров, пленка, да. Да, на одной стороне, как все приказно, на одной стороне, был запишен полностью Высоцкий, вот, а на второй стороне рубашкин, ребро, Алёша Демитриевич, Астра 206-я. Я нам не так думаю, еще и стоит. То есть я не могу выбросить, а где тут у меня все, и если, что я как-то запущу, чтобы там было бы подраскручивать. Она еще пойдет, она еще по пути он, да. Как говорить то, что, в свое время. Конкретно то, что, не рассекайтесь мыслью по древу, как говорили древние. Я тоже, хоть в свое время закончил корабелку, поэтому я говорю, такой приятный значок. Ну, занимаюсь светотехникой. Я думаю, ну, неудобно приходить с пустыми руками на новоселье, на открытие музея. Я вот принес такую, занимаюсь вот эту световую сеть. Пускай вот этой сетью будет пойман еще в такие хорошие, как бы, ряды коллекционеров, и не один любитель. Пускай она служит, работает, светит вам и всех радует. Она будет мигать или не будет мигать? Мигает она или нет? Вместе двадцать. Вместе двадцать. И если вы что-то где-то дополните, то очень приятно. Если кто-то приходит и что-то своему маленькому... Ну, и не меняй головную идею, конечно. Хорошо, спасибо. Выпьем за этот музей, за новоселье. Ноженько поголочим. Да, и... Андрей Андреев. Да, да. Подпасовку. Я, Михаил Борисович, знаю, прошу. Ага. Что мне вам понравится? Да. Тимуля, что, ну, до стола. Главный штаб, там огромное помещение, которое надо заполнять. Да, да. Все, что впереди. Проспект, дом пятьдесят один. А? Героев? Мы находимся на улице Героев. Мы все Герои? Да нет, ну, там улица Героев здесь. Ленинск, улица Героев, да? На угол. Угол, улица Героев и проспекта Ленинский. Улица Героев? Что это такое? Что, ну, по всей видимости, набери меня. Я лучше, что-то покажу. Потому что, спасибо. Спасибо. Давай, ухаживай, старик. Давай, не положишь, что они все, кто-то... Не облить никого. Ну, помидор. Ну, а что-то... Так, я руку, я рабочий президент. Давай, чтобы я приехал. Паша, да? А что они так долго? Ну, у меня деньги, ну что-то. Ну, по этому... Так, господа, все, на кого влезут наши подарки, сегодня получите. А именно, майки Эпсио с Северным, с Аркадием Митичем, получит каждый, если на него эта майка налезет. Например, на Юру Белого налезет без знака. Ну, я понял. Ну, на Петрову налезет без знака. Не налезет. На Северный. На Северный. А Мурбуте налезет. Как Залушка пыталась одеть, как и все остальные. Ну, правда, у нас всего 9 маек, да, Серега? Нормально, 9 маек, это только начало. 10? Пойдем на производство маек, на Северном. Ааа... И на Северном рынке. Кроме того, кто пожелает, могу оставить автограф на любой из этих маек. Так, пусть тихо, что на любое место. На тебя, наверное. Ломайся. Какой-то размер стал уже. Я где вижу, хорошо, но я вот на меня не понимаю. 3XL, например. Значит, мы еще разруем новый контакт. Вот, смотри. Я знал человека, который, на самом деле, ну, сильно, вообще... Там был Шульбродский. Вот, да. Вот за эти, там, какие-то его знакомства, у него был обыск. И... Через меня несколько человек прошло, которые вернулись. Это, главным образом, художники были. Ты где находишься? Тогда, сразу же, этим людям доставались... Ну, не говорили, конечно, комнаты. Три человека получили комнаты. Там, они сдавали жилье. Вернулись. Ну, и... У них совершенно разные судьбы. Тут не нравится. Но при этом еще, через комиссию проходило то, что называлось частные музеи. Первый музей частной коллекции открыт в Петергофе. Рядом с большим... Завтра будет продолжать. Но там, так получилось, что очень выдающийся коллекционер это принял. Да есть, да. Это называется музей семьи Бенуа. Давай, созвольте. Потому что он там насобирал вот так вот. Очень серьезно. Но, опять, это начало 90-х годов. Вадим Знаменов, которого я очень хорошо знаю. Потому что музей частной коллекции имеет муниципальный статус. То есть, это музей, ну, городской. А Вадим Знаменов доплачивает из доходов Петербурга, доплачивает технического сотрудника. Потому что там здание просто. Там нормальный музей. А эти самые, ну, какие-то бабушки сидят, которые там, смотрительницы. То есть, я это к тому, что сейчас это, конечно, только начало. Сделан очень важный шаг. Потому что, конечно, получить квартиру, я сам не очень верил, что это вообще получится. Но дальше это должен быть музей. Музей, все для музея есть. То есть, вот это все, это то, что называется музейные вещи. Это подлинные, настоящие музейные вещи. И понятно, что это как-то, ну, хотелось бы, чтобы это кто-то видел, там, что-то знакомился. Мои, собственно, два сына. На самом деле, ну, они, правда, ну, довольно уже взрослые. Одному 36, другому 32. Они русскую музыку не слушают. Ну, когда я работал, в общем-то, я знал, ну, всех рокеров я знаю нашего города. Тропила Андрей, про которого Рудольф рассказывал. Через меня передал в ветеранской церкви, в церковь Святой Екатерины, где находится звукозапись, ну, студия звукозаписи мелодии. Тогда мы с ним и познакомились. То есть, на самом деле, все делает человек. Вот человек захотел, и получилось. Я же не говорю про то, что всю жизнь это делает. Да, смотрим на что. Давай на Рудольф. Удачи, он погибает. Вы acute, Продолжение следует...